После грамотного стадирования, после выполнения хирургических этапов, что мы можем предложить нашим пациентам в плане адювантной терапии? Здесь буквально несколько слов о том, что стадия определяет прогноз для жизни пациентов. И начиная с второй B стадии процесса, риск рецидива превышает 30% в ближайшее время. И именно эти пациенты являются кандидатами для проведения адювантного лекарственного лечения. Также же Григорий Владимирович упоминал о изменениях в классификации. Восьмая версия, где выделены под стадию 3D в частности. И она, опять же для напоминания, подразделяется на... В нее включаются опухоли, имеющие тонкие первичные опухоли с наличием изъявления T4B или наличие четырех пораженных лимфатических узлов категории N3A или N3B или два пораженных лимфатических узла и микросателлитные, сателлитные или транзитные метастазы. И именно при наличии категории 3D мы видим показатели выживаемости, пятилетний, десятилетний буквально в пять раз меньше, чем при третьей А стадии. Поэтому на самом деле выделение этой под стадии имеет принципиальное прогнозическое значение. Но мы также знаем, что пользу от одевантной терапии получают далеко не все пациенты, потому что часть больных уже извлечена хирургическим способом, и часть больных будет в любом случае, какая бы одевантная терапия ни проводилась. Мы, безусловно, знаем, что есть дезисентные изначально к различным видам одевантной терапии микрометастазы, и пациенты, к сожалению, погибнут именно от развития, от прогрессирования именно этих микрометастазов. Поэтому вот эта часть пациентов, которая получит пользу от одевантной терапии, разумеется, чем больше расхождение графиков, тем больше нас удовлетворяет данный вид профилактической или одевантной лекарственной терапии. То есть соотношение токсичности и эффективности, оно, безусловно, важно. И, разумеется, безопасность одевантного лечения, она, конечно, должна иметь очень большое значение. Ну и что мы имеем, разумеется, сейчас уже не будем говорить о более ранних вариантах таргетной изначально к различным видам одевантной терапии. Уже перейдем, наверное, к современным подходам. Это использование уже ингибиторов иммуноточек контроля. Мы знаем эти две группы препаратов. Блокаторы сетиле-4, эпилевумаб, и блокаторы PD-L1, и PD-1, целая группа препаратов. И, в принципе, знаем, что основное направление в изучении иммунотологических препаратов основано именно на изучении этих препаратов. Ну, также вместо эпилевумаба мы знаем, что, к сожалению, он уже отходит, покидает такие стандарты. Ну, буквально напомню, что это применение эпилевумаба у больных с третьей стадии процесса. Довольно крупное исследование с участием почти тысячи пациентов. Напомню также, что пациенты получали большую дозу эпилевумаба в течение более длительного, чем при лечении дезиммированной формы, срок до трех лет. И оценивалась выживаемость без прогрессирования и другие показатели. И, в принципе, уже в 2015 году эпилевумаб был включен, зарегистрирован в ДИА, уже на основании увеличения выживаемости без рецидивной выживаемости. И в дальнейшем, в 2016 году, был зарегистрирован на основании данных о доказанной увеличении общей выживаемости. Абсолютное увеличение выживаемости превысило 10% и снижение риска смерти на 28%. В принципе, действительно, хорошие показатели для профилактической терапии. Но также токсичность этого лечения, она безусловна, бесспорна. Больше половины пациентов имели осложнение третьей-четвертой степени, были токсические смерти, связанные именно с применением препарата. И, в принципе, только каждый десятый пациент смог провести весь трехлетний курс терапии. Поэтому, безусловно, данный режим уже не рассматривается как оптимальный для использования в адювантном режиме. И дальнейшие попытки были, конечно же, в плане коррекции, может быть, дозы эпилиумаба. В частности, исследования по меньшей дозе препарата, по дозе 3 мг на кг вес, то есть на более привычной дозе, которая используется при лечении децимировных форм, по сравнению с дозой, изначально выбранной для исследования, и высокими дозами интерферона. Но оказалось, что уменьшение дозы уровня эпилиумаба не приводит к потере эффективности, по крайней мере, стороны безлицитивной выживаемости, но приводит к уменьшению токсичности. Поэтому, по крайней мере, если о чем-то думать, применение эпилиумаба может быть в меньшей дозе. Но эпилиумаб, он на самом деле уже покидает позиции адювантной терапии, поскольку здесь уже используются и зарегистрированы препараты других групп, а именно ингибиторы PD-1. В частности, исследования, посвященные сравнению уже неволумаба по сравнению с эпилиумабом. Также исследования крупные, с участием большого количества пациентов. Здесь пациенты имеют и третью А, и третью В, и третью Ц и четвертую стадии меланомы после радикального иссечения. То есть, как раз-таки, выполнение таких максимальных редуктивных операций в этом отношении показано, поскольку эти пациенты являются кандидатами для проведения уже такой эффективной адювантной терапии. Стандартные процедуры рандомизации, применение неволумаба и эпилиумаба в комбинации с плацебо, то есть плацебо-контролируемое исследование, и наблюдение в течение, лечение в течение 12 месяцев и дальнейшее наблюдение. И, в принципе, такие обновленные уже данные, представленные в прошлом году, мы видим, что снижение риска прогрессирования при использовании неволумаба по сравнению с эпилиумабом выраженное на 34%, и это реализуется вне зависимости от уровня экспрессии ПДЛ-1, но, в принципе, у больных с большим уровнем экспрессии это расхождение кривых всё-таки более значительное, и вне зависимости от наличия или отсутствия мутации в гении БИРАФ. То есть все пациенты, практически всех подгрупп, имеют выигрыш от применения неволумаба в плане безрецидивной выживаемости. Вне зависимости от подстадий в пределах 3 и 4, отсутствия или наличия и отсутствия мутации в гении БИРАФ, статус ПДЛ, все пациенты имеют большие сроки безрецидивной выживаемости по сравнению с пациентами, получавшими эпилиумаб. Уже есть данные более обновлённые с медианой наблюдения в течение двух лет и более. Выживаемость без отдалённых метастазов, также преимущество в пользу неволумаба. И, разумеется, безопасность лечения. Мы знаем, что препараты групп ингибиторов ПДЛ-1 и ПДЛ-1, в целом они менее токсичны, чем препараты-блокаторы СИЛИ-4. И здесь также мы видим, что частота осложнений, которые развелись на фоне лечения, которые потребовали прекращения лечения, в частности, они были значительно меньше при использовании неволумаба. В частности, не было и летальных исходов, обусловленных применением неволумаба. Также было проведено такое вот уже скорректированное непрямое сравнение двух исследований. Применение высоких доз эпилеумаба, исследование 18.071, о котором мы говорили в начале, и исследование, о котором мы говорим сейчас, при применении неволумаба. Чтобы максимально сделать однородными группами, исключили пациентов теми стадиями или подстадиями, которые не участвовали в другом исследовании. Поэтому в исследовании остались только пациенты с 3-й В и 3-й С стадии. В итоге оказалось, что такое вот непрямое, но сравнение непосредственное эпилеумаба и неволумаба еще раз подтвердило, что неволумаб обладает преимуществом в отношении безрецидивной выживаемости и по сравнению с плацебо, безусловно, почти двукратное увеличение безрецидивной выживаемости в течение двух лет, и по сравнению с эпилеумабом. Поэтому, конечно же, препараты этой группы, они уже вытеслили, наверное, эпилеумаб из позиции. Аналогичное практически исследование пембролизумаба у пациентов. Здесь, правда, пациенты участвовали в 3-й стадии, исключены пациенты, не включались пациенты, вернее, в 4-й стадии. Также рандомизированное исследование, плацебо-контролируемое, с участием большой группы пациентов, более 1000. В нем был разрешен кроссовер, в принципе, это логично. При прогрессировании в группе плацебо через полгода и более возможно было получение препарата пембролизумаб. И также пациенты, получавшие пембролизумаб при прогрессировании через длительный срок, более чем через полгода, могли быть реиндуцированы повторное назначение пембролизумаба. Лечение в течение года проводилось или до всех основных параметров прекращения лечения. И первичные цели – выживаемость без прогрессирования, без отдаленных метастазов и общая выживаемость. В принципе, также мы видим, что снижение риска прогрессирования, более 40% при использовании пембролизумаба по сравнению с плацебо, также было отмечено. То есть, в принципе, данный препарат также проявляет свою эффективность в этой позиции. И риск появления отдаленных метастазов практически в два раза реже. Пациенты в группе плацебо, частота появления отдаленных метастазов и в группе пациентов, получавших пембролизумаб. То есть развитие отдаленных метастазов, этот риск снижается почти в два раза. Выигрыш применения пембролизумаба также наблюдается во всех подгруппах пациентов. Поэтому здесь, в принципе, это ожидаемо. Наверное, мы не очень ожидаем других результатов применения препаратов этой группы. И такое непрямое сравнение пембролизумаба и неволумаба в одевантном режиме тоже примерно сопоставимый спектр токсичности. Довольно частая частота любых осложнений, но токсичность более значительная, конечно же, реже. И, в принципе, знакомые нам проявления токсичности, которые, опять же, управляемы и не привели в большом количестве процентов случаев к прекращению терапии. То есть буквально до 10% пациентов требовали завершения лечения из-за проявления токсичности. Текущие исследования, конечно же, продолжаются. Это и сравнение пембролизумаба с эпилеумабом, и комбинация неволумаба-пилеумаб сравнивается с неволумабом в одевантном режиме. И продолжение того исследования, о котором мы говорили, разные дозы уровня эпилеумаба по сравнению с узокими дозами интерферона. И есть исследования по применению пембролизумаба больных со второй стадией меланомы. То есть, конечно же, это та область, которая высоко актуальна и требует такого продолжения все большего и большего количества исследований. И вторая группа препаратов, мы тоже об этом знаем, которые уже зарегистрированы для одевантного режима. Это применение BRAF и МЕК-ингибиторов комбинации доброфениба и терминтиниба у больных, имеющих мутацию в гене-бе-РАФ. Пациенты после полного резекции, пациенты с высоким риском лецидива, это все подстадии третьей стадии, третья А, В и С, с наличием, безусловно, мутации в гене-бе-РАФ. И лечение в течение одного года, комбинации препаратов или плацебо. Первичная цель – выживаемость без прогрессирования и все другие параметры эффективности. Ну, в принципе, когда эти данные более представлены, клевые выживаемости, то один из авторов сказал, что это одна из самых замечательных клевых одевантной терапии, которую когда-либо видели. Мы видим, что с высокой, высочайшей, скажем так, достоверностью выигрыш в выживаемости без прогрессирования у пациентов, получавших комбинацию брафомик-ингибиторов, конечно же, отмечается. Причем этот выигрыш, он определяется и через три года. Сейчас уже есть обновленные данные при почти четырехлетнем наблюдении. В принципе, кривые, но можно сказать, что они выходят даже на плато. И в группе больных, получавших комбинацию препаратов, еще медиана безлицитивной выживаемости еще не достигнута. Также пользу от применения комбинации имеют все пациенты, вне зависимости от того, какая мутация отмечена, наиболее частые 600Е или 600К, небольшое количество пациентов, но они есть, вне зависимости от микро- или макрометастазов и так далее. То есть польза от применения комбинации, она отчетлива. Выживаемость без одаренных метастазов. Также мы видим, что уменьшение риска развития метастазов и абсолютное значение и относительное значение в плане уменьшения риска, они, конечно же, здесь отмечаются. По общей выживаемости, безусловно, будут уже более зрелые и более поздние данные, потому что пока еще наблюдение подведены итоги трехлетней выживаемости. Также абсолютный выигрыш прослеживается, и авторы не ожидают каких-то принципиальных драматических неожиданностей в этом отношении. То есть, скорее всего, влияние на общую выживаемость, оно будет достигнуто. Безопасность лечения, безусловно, мы говорили, что это одна из важных позиций при использовании адювантной терапии. Для комбинации препаратов новых видов токсичности, которые бы мы не знали при использовании комбинации Браф и МЕК, мы не обнаружили. Но здесь, опять же, довольно высокая частота осложнений. Опять же, авторы интерпретируют это с тем, что пациенты получают лечение адювантное, то есть прогрессирование на фоне лечения практически у большинства пациентов не отмечается. Поэтому просто сама длительность терапии, она приводит к такому условному накоплению проявления токсичности. Поэтому общая частота осложнений, она довольно высокая. То есть практически 97% имели проявление токсичности. Но, с другой стороны, необходимость прерывания лечения, она была, скажем так, не очень значимая. Редуцирование дозы примерно у третьих пациентов все-таки требовалось. Исследование, мы знаем, что исследование проводилось и в отношении других ингибиторов БРА, в частности, вемуруфениб. Но оно было досрочно прекращено, поскольку не было достигнуто преимуществ препаратов, при проведении лечения у больных с стадии 3С. Поэтому вемуруфениб в монорежиме, ну, наверное, логично, что монотерапия вемуруфенибом, она, наверное, недостаточно будет эффективна для комбинации, может, препаратов, она была бы более ожидаемо эффективна. Ну, здесь такое вот уже обобщенные данные, которые представлены Джорджиной Лонг в прошлом году. Какая в целом такая сравнительная, ну, условно сравнительная, потому что прямых сравнений не проводилось. Эффективность новых препаратов, в частности, по уменьшению риска и лицидива, это оранжевого цвета линия, и риска смерти. Мы видим, что риск и лицидива уменьшается примерно на 50%, на 40% в отношении препаратов, и риск смерти уменьшается практически в два раза. То есть, безусловно, это препараты, которые доказанно эффективны, и оправданно они включены в стандарты современного лечения. Если мы говорим о том, есть ли место интерфероном, это всегда такая интрига при всех лекциях адевантной терапии, наверное, эти препараты, они постепенно покидают резервы и арсенал адевантной терапии, поскольку все больше, даже не скажу, что больше уже, наверное, может быть, не будет уже больших метаанализов терапии интерферона, поскольку, наверное, доказано, что, вернее, очень много уже метаанализов проведено, и уже считается установленным, что малые дозы интерферона, они практически не влияют ни на общую выживаемость, ни на безрецидивную. Высокие дозы несколько улучшают безрецидивную выживаемость, но принципиально не улучшают общую. И поэтому, такие вот метаанализ последний, который представлен, выполнен был в 2017 году, показывает, что абсолютный выигрыш, ну, действительно минимален. В пятилетней выживаемости буквально 3%, в десятилетней выживаемости также не больше 3%, как в безрецидивной, так и в общей выживаемости. То есть интерферон вот так вот на круг, преимущество по сравнению с плацебо дает совершенно минимальное. И только больные, которые имеют такой неблагоприятный признак, как извязнение первичной опухоли, они имеют большую пользу от назначения интерферона. То есть если у пациента все-таки извязненная опухоль определяется, то при назначении интерферона и безрецидивная, и общая выживаемость, она будет выше по сравнению с плацебо примерно на 10%. То есть абсолютная польза именно у данной когорты пациентов. Поэтому тот доклад Александра Гермонта в 2017 году на ЭСМО, когда он попрощался с интерфероном для всех пациентов, за исключением пациентов, имеющих ульцилированную меланому. Ну, наверное, на самом деле это так. Но, с другой стороны, интерферон все еще есть в рекомендациях и наших российских, и ряда других стран, потому что действительно сложно полностью сразу перейти на современные препараты. Хотя рекомендации наши, российские, рекомендации русско, уже включены все препараты. Пембролизумаб изначально был отмечен как не зарегистрирован, но он сейчас уже зарегистрирован в Российской Федерации в одионном режиме. Поэтому и комбинация брафомек-ингибиторов при наличии мутации, и пембролизумаб, и неволумаб – это те опции, которые мы можем использовать в Российской Федерации. Интерферон остается при невозможности использования таких вот наиболее желательных режимов терапии. А если мы говорим о рекомендации НССН, то, в принципе, уже буквально недавно, на предыдущих рекомендациях еще интерферон был. Сейчас интерферон вытеснен, к сожалению, или к счастью, сложно сказать, но, по крайней мере, по объясненным причинам он уже не упоминается в непредпочтительных режимах, или даже предпочтительные режимы, или наблюдения. То есть все-таки интерферон, к сожалению, он препарат, который долгое время был в нашем арсенале, но он все более и более активно покидает это поле деятельности. Ну и заключение в отношении интерферона. Все-таки мы, наверное, уходим уже от этой группы препаратов, поскольку принципиальной желаемой позиции – это общая выживаемость препарат не влияет на увеличение общей выживаемости. Эпилиумаб – это впервые препарат, который доказал влияние на общую выживаемость. То есть на самом деле это та позиция, которую первый достиг именно эпилиумаб. Но он, в принципе, уже покидает свое место, поскольку новые препараты – нибулумаб, пембролизумаб, ну и комбинация препаратов брафом и конгибиторов при наличии мутации, они уже принципиально изменили подход к административной терапии, поскольку доказали и высокую эффективность, и такую приемлемую токсичность. Благодарю за внимание. Игорь Манн, вопросы, коллеги? Нет вопросов? Нет, нет, подняли, сразу подняли. Если говорить, что нет вопросов, я сразу вскакиваю в этот момент. Все-таки, если вернуться к тактике для простого хирурга, вот у нас есть толстенная меланома без изъязвления, с негативным статусом сигнального лимфоузла все равно она остается в второй стадии, мы ничего делать не будем. Правильно я понимаю? Раз интерфероны покинули нашу корзинку. Я еще только не покинул. Нет, вот конкретно сейчас. Когда начинается второй B стадии, мы говорим об административной терапии. Мы стадируем эту опухоль как вторая B и выше, да? Да, если мы говорим, что это, например, трехмиллиметровая меланома толстенная, без изъязвления и с негативными лимфоузлами, мы что будем применять в данном случае? При отсутствии изъязвления формально мы можем ничего не применять, и опция наблюдения в этой ситуации будет. Я как раз на этой распространенной ситуации хотел акцентировать внимание. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Викторович. Скажите, пожалуйста, во всех исследованиях, которые проводились по адемантной терапии, это было, ну, по сути, первое применение лекарственного лечения в истории пациента. А что будет с теми ситуациями, которые, в общем, не очень редки, когда пациент у нас получил хирургическое лечение, скажем, по той же второй, например, стадии, да, где очень высокий риск рецидива. Мы назначили интерферон, он запрогрессировал в региональных лимфоузлах, хирурги все удалили, дальше вопрос об адемантном лечении. Формально пациент уже получал до этого адемантную терапию. Стоит ли ему в такой ситуации назначать, и что делать, если, скажем, это просто рецидив в региональных лимфоузлах после лимфоатоноктомии, например, и тоже после уже современной лекарственной терапии. Имеет ли смысл вторая, как бы, линия адемантного лечения или нет? Исследования таких рандомизированных исследований в итоге не проводилось, да, но, наверное, по логике имеет смысл его провести, потому что мы видим, что рецидив состоялся, и почему бы не расценить пациента, ну, не растадировать его условно. Я думаю, что нужно оценить его на данный этап и планировать уже с учетом нынешней стадии процесса. Я бы рассматривала такой вопрос об адемантной терапии. Спасибо. Спасибо, еще вопрос. Спасибо, Анна Игоревна.